Всем привет, друзья! С вами снова я, Жека. Ну и сегодня мы с вами поиграем снова в игру Surviving Mars. О, блин, как идеально. Светы удалось настроить. Да, играю я. Буду играть я на новом DLC. Со стероидами, с пещерами, со всей-всей этой красотой. Я уже примерно изучил, что нового появилось. Какое испытание мне стоит взять. И, кстати, именно поэтому я выставил новую картиночку на превьюшку под видео. Так, сейчас я заглушу звук на телефоне. Так, итак, международная программа Марса. Нет, нихрена. Бразилия, что дает? Бюджет 9 миллиардов. Добровольство на ЧАЛИ 100. Обычная скорость. Науки за СОЛ-100. Редкий... Цена редких металлов. Больше... 35 миллионов. Большой ресурсный челнок. Завод по очистке редких металлов. Перерабатывает шлак в редкие металлы. О! Прибывая на Марс, поселенцы делают вклад в бюджет колонии. Переходы строятся бесплатно и мгновенно. Колонисты не получают штрафов, когда идут по переходам на борту или в гости в другие купола. Пять бесплатных ресурсных челноков. А давайте Бразилию. Почему бы и нет? Командующих. Значит, появились сразу, говорю, два новых командующих. Это космический шахтер. Стоимость снабжения стероидного челнока уменьшается на 50%. Один бесплатный стероидный челнок. Дополнительные модули двух центров анализов данных. Дополнительные технологии. Технологии добычи в условиях микрогравитации. Открывает микрогравитационные автоэкстракторы. И акваэкстракторы. Ну, я возьму, наверное, сначала спелеолог. Вот. Можем даже два сезона, так сказать, запилить. Это с космическим шахтером и со спелеологом. А потом уже будем думать. В подземелье колонисты не теряют душевные равновесиям. Восстанавливают его. Восстанавливают его. Дополнительные модули. Один лифт. Два ретранслятора сигнала. ЦУ дронами. Дополнительная технология. Подземные купола. Открывает подземные базовые и микрокупола. Давайте спелеолог. Так. Логотип. Есть что-то новое? Нет ничего, да? Тогда пускай будет Бразилия, как есть. Испытание. Ну, значит, у меня, так скажем, в своих идеях была вот эта вот марсианские врата. Причайнее всего в нашей жизни то, что научная фантастика приносит знания быстрее, чем общество, набирает мудрости. Давайте его. Конкуренты. Один, потому что это сложно. Случайно, мне все равно кто. А, нету. Нету. Правила игры. Значит так. Высокая тектоническая активность новая. То есть вот это вот мы не можем, если командующий спелеолог, если командующий кто-то другой, то спокойно. Below and beyond мы можем. Ну, давайте тогда... Оно у меня есть. Недавно появилось. Так, теория хаоса. Модульная колония. Да, давайте. Простое обслуживание. Так. Легкость. Так, до свидания. Поставки. Нет. Быстрые ракеты. Да. Быстрое сканирование. Да. Бесплатная строительство. Ни в коем случае. Повышенная производительность. Базовые производственные ресурсы удвоено. Производительность, связанная с улучшениями и другими. В конце остается неизменной. На первых порах это будет очень хорошо. Так. Железный колонист не надо. Нафиг. Новые туристы. Нафиг. Бездействий. Неинтересно. Полная казна. Неинтересно. Разнообразие технологий. В разных этапах... В разных играх на одной и той же карте научные области определяются случайным образом. В этом случае, в отличие от теории хаоса, некоторые технологии обязательно появляются на раннем или позднем этапе игры. Это хорошо. Это хорошо. Безусы, как мы все там срочно. Нет. Подовольственный ковчег. А, последний ковчег. Торнадо. Нет. Зима близко. Нет. Значит, все на этом. Переименовать колонию. Бразилия. Далее. Друг координатор. А хотелось бы вообще. Но вообще все более-менее. Вот у меня постройки, что у нас есть. Стирлинговый париватель. Или даже выпариваете. Ну, ничего нового. Но придется заказывать бетонный завод и все проще. Ну, как говорится с Эляви. Далее. Вода в переизбытке. Бетона тоже прилично. Остальное все более-менее. Что у нас тут творится? Холмистый. Давайте все-таки остановимся на относительно плоском. Да. Да. И нажимаем начать. И через некоторое время вы увидите начало игры. Возвращение к Марзу. Возвращение к Марзу. Итак, ребятки. Мы с вами снова в игре. Бла-бла-бла. Это мы все знаем. Замолкни. 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 Так. Первое, что я должен исследовать. Что это? Тоннели строительные при низкой гравитации. Надо. 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 Это не обязательно. Это у нас будет со временем, но пригодится. Да. Итак, начнем. У нас тут среда. Вон. 7, 8, 9, 9. Итак, у нас есть сразу бетон. Ну, хорошо. Как-то же ты замолкнишь, а? Кстати, да. Я же купил себе за одно и новое радио. Свободная земля. Сурвамик Марс. Вон. Красный рубеж. Официальный канал Марса. Это что ли? Послушаем его за одно. Да я все знаю. Успокойтесь. Так. Склады. Склады. Склад. Давайте. Склад. Металлов. Склад. Бетона. Дальше идем. Склад. Редких металлов, если таковые имеются. Что у нас за склад? Склад экзотических минералов. Ну, я думаю, еще рано до этого. Полимерный склад. Склад электроники. Дальше, что у нас еще есть? Склад запчастей. И топливный склад, я думаю, необходим. Так. Я помню, что нужно обязательно построить топливный завод. А это значит, что нам нужен выпариватель. У нас их три штуки. Замечательная новость. Давайте генератор стирлинга к нему подрубим. Так. Сразу же. Не беспокойтесь, сейчас построят. Не знаю я это все. Успокойтесь. Так. Я думаю, что нам необходим напорная башня. Так. Трубопровод. Так. Она снимает? Да, снимает. Вот так. Что нам еще необходимо? Сектор скан. Производство. Топливный комбинат. Найдена аномалия. Да, 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 у меня нечем его исследовать. Что ты хочешь от меня? Теперь я сбился. Замечательная новость. Трупа, пробуй. Вовсе. Так, идем дальше. Сектор скан. Ну, как-то примерно пока что так. Даже как-то скучновато, потому что, ну, на самом деле, я топливный экстрактор... А, бетонный экстрактор могу. Почему нет? Какая-то бетона. Ну, на первых парах слегка хватит. Так, нам нужен кабель. Замечательно. И свалка. Нам нужна обязательно большая свалка. Эврика. Наши серверы для научного анализа вышли из строя. Мы пытались их перезагрузить, но это не исправило проблему. Пытаясь найти ошибку, техники обнаружили возможность единовременно улучшить производительность программы с помощью дополнительных испытаний. Улучшить производительность. Сконцентрироваться на одной задаче. Так. Провести ряд оптимизаций. Вот давайте третье. Так, две свалки. Считаю, что нам нужно, да? И... Я так подозреваю, что нам нужен будет Сеудронами. Где-то вот в этом районе уже, если улетит ракета, то... Сами понимаете, что мы останемся без связи с дронами, а это плохо. Так. Идем дальше. Ты умолкнешь когда-нибудь или нет? Сначала следует то, что у меня есть. А потом уже буду следовать дальше. Так, идем дальше. Что нам еще необходимо? Это у нас все есть. Это у нас все есть. То есть, выходит, что нам нужны люди? Это производство всего и вся. Выходит, что да. Нам нужен будет в таком случае, где у нас неподалеку находится вода. Металлы. Металлы вот. Кстати, на этом можем остановиться как раз. У нас будут в избытке металлы как раз. И... Этого нам может хватить. Дочень, ну не в избытке, но в доступе. У нас будут и металлы, и все, что нам необходимо. Успокойся. Так. Вот полимеры. Собирай. Так. Смотрите. У нас тут есть. Обычные металлы, редкие металлы и обычные металлы. То есть, ну вот в этом месте самое идеальное будет строить купол. Так. Я хочу исследовать. Раз. Два. Три. Вот. То есть, ну так, нормально. В таком случае. Что нам нужно для купола? Купол. Обслуживание цемента и металла. Для начала это начнем тут сваливать. Значит, металлы. А мне сейчас это и не важно. Я их потом буду подключать. Успокойтесь. И бетон. Вот. У нас будет для начала чисто это. А также я думаю, что в этом месте нам будет необходимо... Нам будет необходим склад продовольства. Ну куда же без еды на жилом месте. Так. Соберем сразу металл. Ракета заправляется. Да. Аномалии находят хорошо. Девять. В принципе, пока что место мне более чем нравится. И довольно для меня лично удачное. Так. Ну тогда вот тут. Так. Хорошо. Ну тогда давайте сразу построим кабель. Габель. Габель я построил. Пускай его медленно наверно подключают. Так. Металлы. Выгрузить металлы. Тогда давайте сразу еще поставим наверное схват полимеров. и выгрузим туда полимеры. Так. Ракета у нас пустая. Пускай летит на землю. Замечательная новость. А кстати да. Кто у нас является конкурентом? Японцы. Ну я думаю мы их должны обставить. Пока что мы их уверенно обставляем. Пока что. Так. Вроде бы так. Вроде бы так. Давайте вот до сюда выследуем и пойдем дальше обычной нашей схемой. В исследовании секторов. Так. Теперь я думаю что нам нужен выпариватель. Нам нужен обязательно выпариватель. Дальше нам нужен будет Мокси. В обязательном порядке. Кислородный пак. И вот напорная башня. А также нам не хватает электроэнергии. Ну чтобы не громоздить. Давайте так сделаем пока что временно. Уже нет. Так. 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 Ну на всякий случай еще не будет. Да и плотику пока что. Так. Давайте так. Дальше. Вот так. Так. Ну давайте тогда уже сразу. А. Что я делаю? Все. Вот так. Так. Это у нас заготовка под купол. Идти в задницу. Это я уже все построил. Это я уже все знаю. Восемь. Девять. И пошел вот по обычной нашей схеме. Да. Так. Ракета. Бла 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 бла. Так. Нам нужен разведчик. Транспортер не нужен. Внедорожник нет. Координатор нет. Нам нужно чуть-чуть хотя бы 20 единиц пищи. Чуть может быть побольше электроники и запчастей. И чуть-чуть побольше полимеров. Дальше. Нам также нужен топливный кабинет. Нет. Полимерный. Завод. Машиностроительный. Завод обычный. И на этом у нас все. Ну значит в следующий раз мы посылаем завод электроники. Обычный. Маленький. Смысла. Не вижу посылать. Так. Запускаем. Значит будем стараться где-то вот ближе сюда высадить ее. Замолкни. Пожалуйста. Высаживаем ракету вот сюда. Так. Сразу. эту фигню посылаем на аномалию. Если у нас появляются прорывы мы сразу их исследуем первыми. Почему? Потому что это тоже одно из важных век в этой игре. Как вы помните уже и помните что я не раз напарывался на нее. Вот кстати экзотические минералы. В производстве расхода также другие. Показатель для базовых ресурсов за посредний стол. Материалы которые находятся в постройках бла-бла-бла-бла-бла. Экзотические минералы можно найти только на астероидах. Ага. Интересный вопрос. Зачем нам тогда нужны пещеры? Ну ладно это увидим. Так. По поводу пещер кстати. По моему в инфраструктуре видео. Доставляет транспортные средства колонистов и ресурсы на поверхности с глубины в глубину Марса и обратно. Анализ аномалии завершен. Ээээ. Так. Давайте поставим памятник. Я знаю что вы сейчас хотите чтобы я это прочитал. Но я это уже читал. Поэтому останавливайте и перечитывайте. Если вам это интересно. Давайте так. Так. Идем дальше. Идем дальше. Сюда. Ну то есть я сейчас буду пытаться. Устранить все те ошибки которые я допускал. Раньше. Играя за предыдущие. Ну предыдущие разы. Играя в эту игру. Вот. То есть. Необоснованные исследования. И все прочие. 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 Ошибки. Топливо у нас по суде по всему доставляется оттуда. Ээээ. Так. Это все разгрузили. Осталось только еда. Хорошо. Так. Нам еще до хрена всего исследовать. Но мы уже можем начать строить купола. Построим базовый купол. Недалеко от месторождения. Так. И подсоединим к нему сразу кабеля. Играя. Таааааа. Играя. Тааааак. И сразу подключим ему жизнеобеспечение. трубопровод. Также я думаю, что нам нужно создать будет отдельную площадку для выработки электроэнергии для купола, что даст определенный нам запас электроэнергии. Думаю, что трех пока что хватит ветрогенераторов. Еду выгрузили? Еще нет. Плохо. Тут можно самый низкий приоритет задать, тут тоже. Построить купол 500 науки, да? Хорошо. Я так и предполагал, что что-то будет не так с электроэнергии. Ну, собственно говоря, тогда построим так. Что нас с новыми технологиями? Прорывов нету, зато есть уже исследованная одна технология. Это тоннельное строение при низкой гравитации. Так, я пошел сюда тогда. Так, ну и так дальше продолжаем исследовать по нашей приезжей технологии. Так, ты, пожалуйста, угомонись. Не надо мне тут аварию устраивать. Слава Богу, угомонился. Так, сразу туда. Так, купол у нас построен. И тогда давайте начинать производство. Машиностроительный завод. Оп. Дальше. Жилой комплекс. Оп. Пошел. Дальше. Гастроном. Оп. Дальше идем. Пункт охраны. Что нам еще будет необходимо? Обязательно, в обязательном порядке госпиталь. Ясари, чтобы если дети появляются, то они могли сразу ходить туда, куда нужно. В обязательном порядке школа. Проклятье. Дроны. Ладно. Грузовая ракета. Тогда нам нужен доу-координатор, модульные постройки, завод электроники. Назад. запустить. Так, идем дальше. Что нам еще необходимо? В куполе. Я думаю, что нам нужен будет еще один жилой комплекс. А прям, что я делаю? Ни в коем случае. Нам же нужен еще один завод. Завод электроники. Во! Я знаю, что он делает. Вот-то где, да? Так, ну вроде бы пока что совсем разбираемся. А, поскольку у нас появился завод электроники, я думаю, что нам нужен... Так, шахта по редким металлам. Раз. Чую, чую я, что этот... Купол будет крайне с большим населением. Прикольное радио. Просто мелодия. Потому что металлы постепенно, рано или поздно, будут приходить к концу. Ага, сделали. ДУ-координатор идет вот сюда. Ты продолжаешь исследовать аномалии. Сейчас смотрим, нет ли у нас прорывов. Прорывов у нас нет. Атономное освещение. Еще рано. Так. Изучаем дальше. Нашу прекрасную планету. Ведь скоро на ней появятся первые переселенцы. Ее уже заправили. Ну, значит, скоро полетит отсюда вам. Все. Так. Что-то у нас есть с социальными. Замечательно. О, замечательно. Мы продвигаемся в плане терраформирования. Ты думаешь, что исследователь обнаружил очень хрень, как наши исследователи реагировали. Это был сульфурный реголиф. Замечательно. Окей. Так. Идем дальше. Сейчас я буду уменьшать все свои затраты на изучение как можно быстрее, как можно лучше. Так. Что нам не хватает? Запчастей нам не хватает, да? Запчасти у нас там еще есть. Пускай лучше там для начала и будут. Тут у нас будет свой собственный склад с запчастями, которые произведут на этом же месторождении. Хорошо, что там еще ничего не было. С этим на же место. Сквад редких готов. Так. Теперь давайте... Прорывов не появляется. Хорошо. Так. То есть плохо, но одновременно и хорошо. Тогда мы запускаем обязательное строительство. Обязательное строительство. Размечательное. 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 Давайте открытого раньше. Потому что... Как бы выразиться правильно. Родовольствие же надо откуда-то делать. Хотя бы из животных. пассажирская ракета и так без профессии без профессии охранник без профессии инженер геолог медицина ботаник давайте откинем всех без профессии возьмем нам необходимо так нам нужен второй инженер второй геолог второй медик желательно баба медицина а и так баба значит марсело родригес так дальше второй ботаник обязательно нужен кто у нас по ботанике маркус значит нам нужно дама три она нет мужик нет так то нас кто мужчина мужчина женщина женщина мужчина мужчина женщина мужчина 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 охранник женщина значит нам нужен охранник мужик если что мог постоять за даму инженер нам нужен убираем нам нужен так нет медицина жулиана медицина то есть нам нужен был охранник рената мужик охранник есть нам нужен ботаник дама неужели нету не верю так смотрим инженеры инженеры нет сложно ботаника нету да верно диалог мужик диалог женщина по медицине у нас полный комплект по инженере у нас тоже полный комплект нам нужен диалог они есть охранник есть инженера инженера второго нету хочется найти даму вообще нам нужен так кто-то по-научному охранник ладно так 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 инженер как бы ладно 1 в давайте паола силва и еще одного можно без профессии 12 человек запускаем технологии криосон и ставим его на первое место итак поздравляю вас у нас есть первые колонисты скоротко о том как обставить всех колонистов всех этих конкурентов которых и так немного загружаем запчасти тогда сразу делаем загружаем запчасти так хватит и выгружаем тут сразу же сразу же можно раньше как можно быстрее редкие металлы из недр марса хорошо а понятно а а это мне столько науки понадобили что я сразу все поисследовал так как и так давайте я сразу тараканю отсюда в бетон так ты идешь сюда так так и Вообще, я очень сильно надеюсь, что мы продержимся. Так, еда. Для этого я возьму повышенное количество еды и побольше запчастей. И на этом все. И сразу скину его тут, пускай его сразу разберут. Так, это что? Получение научной лаборатории Хокинга, но пространственное числение очков науке увеличено. Автосохранение. Так. Вы думаете, что мне нужна батарея, да? Ладно, говорили, пускай будет накопитель хотя бы один. Я болван. Полимерный завод. Сейчас еще кто-то скажет, ну хоть признал это, что он болван. Вот. Сектор скан. Ну, кстати. Ну, кстати, болван болваном, а новую должность себе в садекс мою я выбил. Да, я теперь не просто слезарь, а механик. Сейчас по правде дела учусь, но мне уже нравится. Собственно говоря, почему? Потому что график другой. Я в кои-то веки стал просыпаться точно по будильнику. Я такой, ооо, ну это что-то новенькое. Вот, это что-то новенькое. То есть, точно по будильнику, а сегодня даже, ну вот в тот день, когда я снимал, когда я снимал это видео, я даже раньше будильника в один момент проснулся, да? Такой, что? Это удивительно для меня. Это что-то новенькое, что-то кардинально новенькое для меня было. То есть, вы сами понимаете, что это что-то, ну, что я давно уже забыл, каково это. Вставать раньше будильника, просыпаться по будильнику, по первому будильнику. Вот, ну. Как-то так. Так, людей мы заселили. У нас уже одиннадцатый день, скажем так. И, честно говоря, мне даже как-то удивительно, что я вот так хорошо пока что опережаю своего единственного конкурента. так. Так. Давайте быстро собираем все-все-все аномалии. Ресурсы снизу. Ресурсы снизу. Сектор сканн. Я же вам только что притараканил бетона. Вы неблагодарные дроны. Да. Ладно, хрен с ним. А, почистили, молодцы. Ребята. Сектор сканн. Аномали анализа. Вот оно ещё, да? Эти твари обленились. Или у меня электроэнергии тут не хватает? Так, подождите, это же в общей сети, да? Так, это в общей сети. А-а-а! Понял. Это жопа. Теперь у нас энергии чуть меньше. Чуть больше, но всё ещё в недостаче. Ну, давайте следующий. Здесь он никуда не долбанул. Все, с энергии у нас всё хороша. Всё заработало, топливный заработал, тут тоже всё заработало. Так. Ну, одну смену поживёшь без людей. Отлично. Мы нашли какие-то полезные материалы в дебрие из маленького метеорита. будут. Сейчас. Тогда да. Правильный совет на самом деле. Потому что хотя бы маленький. Маленький садик, но должен быть. То они помрут от скуки и начнут сбегать. Говорят, они как нифиг нафиг. Захотят и сделают. Так. Ай-яй. Ой-ёй. Ой-ёй-ёй. Захот. 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 А то у нас вода закончится. И это уже будет совсем плачебная история. Сектор сканн. Захот. 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 Вот. Вообще, на самом деле, очень прикольная территория в этой выпала мне. Аномалий просто дохрена. Вот, ребятки, все просто до хрена. Давайте это. Остальное пока что нет. Мы нарушили глубокую яму. Так. А, даже так. Слой земли защищает от внешних опасностей. Это мужчины считают, что жизнь на Марсе, если она вообще существует, скорее всего, обнаружена под землей. Размер ямы позволяет спустить в нее до у разведчиков. Правда, мы не сможем вынуть его назад. Будем проектировать лифт. Так, держать. Молодой человек. Так, что у нас тут? Вход в подземелье. Вероятное место входа в систему подземных пещер Марса. Отличное место для установки лифта для сообщения с подземельем. Превосходно. Один, одно место я нашел. Так. Еда у нас есть. Пока что маломальская, но потом, может быть, посмотрим. С едой будет. Может, я построю еще один купол, чтобы обеспечивать уже едой оба купола. Так, анализ аномалий завершен. 1500 очков. Ну, давай сюда. А, нет. Можешь что-то выбрать. Давайте, я там. Потом это. А потом можно... Начнем постепенно двигаться в ту сторону. Потому что аномалии у нас просто до хрена. И все они в доступе, что самое главное. С ними мучиться особо не надо. Давайте я заберу еще бетон. Ну, как вы знаете, на месторождении бетона я всегда строю озеро. Не только строю, но и буду строить. Не только строю, но и буду строить. Так, давай ты пойдешь сюда. У нас металлы. Так, что у нас с заводом полимеров? Там кто-то работает? Да. Хотя бы на одной смене, но кто-то работает. Хорошо. То есть, маломальские полимеры производятся, но нужно будет, по-моему, рыскать по планете. В их достижении. Ну, и хорошо, и плохо. Честно говоря, пофигу пока что. Контакт. Мед с технологиями. Понял. У нас ничего нет. А они тоже людей притащили? Нет. У нас еда есть. Да. У них еда же нет. Аномали анализ. Угу. Постепенно идем. Это у нас что? Ага. О, как. Так что, вот, ребятки. Аномалия. Как ты вот. Я теперь еще уже механик. Вроде сейчас, да, смена 2 через 2, но потом посмотрим. Надеюсь, что все-таки не будет такого момента, что сутки через 3. Но посмотрим, как будет, так будет. Так, ребятки. Ладно. Я думаю, что на сегодня пора завершать нашу прекрасную игру в Суравик Марс. В принципе, начало крайне неплохое. Оно меня крайне радует. Ну, а дальше будем делать так. Появляется что-то интересное, что-то хорошее. Хотя сейчас аномалии надо все исследовать, да. Аэра так будем делать. Исследование аномалий мы снимаем сейчас одну. Серию. То есть, ну, все аномалии исследовали, серия завершилась. Все, да еще появилось что-то новое, опять снимаю. То есть, ну, буду так, как раньше делать. Уже так, как по проверенному опыту. Зачем мне показывать вам 20 раз одно и то же, когда можно показать что-то хорошее и замечательное один раз. И просто, ну, дать вам почувствовать кайф от просмотра моего видео. Вот. То есть, ну, нам осталось, в принципе, немного. До окончания исследований секторов. В принципе, до хрена по-любому еще аномалий будет. Плюс того, что они все находятся на одном уровне. И не надо строить никакие переходы. Выйдет так, что пока что... Я буду аномалии исследовать одна за другой. И пока что я не буду на тех аномалиях, которых я исследовал, останавливаться. То есть, делаем по старой проверенной схеме. И по старой наработанной схеме, которые мне действительно приглянулись. Потому что зачем показывать одно и то же каждый раз. Как я собираю... Я подозреваю, что этого мне будет предостаточно. А вот это будет более выгодно. Так. Ну, давайте пошлем его на этот. Я думаю, что пока что. Пока что, ребят. На этом у меня все. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Рассказывайте всем своим друзьям про существование моего канала. Так же подписывайтесь на мою группу в ВК. И вступайте в мою группу в Одноклассниках. Она по играм от СКС Софтвейр. Вот. Ждите новых видео. Обещаю попробовать вас не заставить ждать новых видео. Потому что это только запуск. Моего пилотного видео по Марсу с DLC Below and Beyond. Ну, а на этом у меня пока что на сегодня все. Всем удачи. Ну и всем пока-пока. Мы еще с вами обязательно увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры.